привет друзья и гости моего канала у нас сегодня я отварила картошечку купила в магните картошечку друзья много что-то так я сегодня вообще ничего не ела вчера я тут я половинку час томасу отдала горяченькую он у меня что-то приболел не кушает ничего не вчера не ел не сегодня тоже время час дня он у меня ничего не ест а вот сейчас ему дала отварила сосисочку он прям с удовольствием сидит он скушал половиночку я прям рада за сутки воды вообще не пьет воду он не пьет а сейчас вот глянь я ему дала думаю его любимой думаю может быть это самое копчененьким пахнет думаю может быть это будет дала он по нюху наломала ему кусочек один кусочек мордена этот кусочек съест я думаю вот это вот пекло ничего друзья у нас 39 у нас от от натуральный у нас от очень жара пойду я ему вот этот еще кусочек дам сейчас обрету но накрошил этот кусочек он вроде не стал есть потому что позже поезд ой как я рада что он поела за сутки первый раз у меня однако это сосисочки хватит вот ни одной и чай у меня зеленый друзья чай а я сахар то не за не размешала две ложки сахара у меня здесь маслом полила картошечку вот алина ой с алина слобода я вчера купила бутылку я вчера и товары покупала обзор опять не сделала не знаю все забываю как-то разложилась а жарище пекло 39 пришла скорее разложилась и упала вообще ну невозможно жара под градом представьте 39 у нас если у некоторых 30 ой жара говорят 40 39 вот вот это жара а ну конечно для них ладно каждый привыкся к своему региону температуре картошечка вкусно это магните картошку от этот ли более вкусная а я его так разрезаю и варю она так быстрее варится очень вкусненькая картошка нажимайте поделиться друзьям нам надо чайский набирать река купила кетчуп я купил вот такой кетчуп кстати вот это вот это очень вкусно мне нравится а а это был со скидкой 65 рублей вот этот был сколько тут гранта не со скидкой это акция была моя без очков ничего не вижу че такое сколько тут грамм перепелиные яйца в общем ладно не хлеба ничего у меня нету надувает надулся это так делает лариса тик токи выдавите дунет туда вот раз и надулся лайфхак а я щас поем и открою выйду в стрим тик ток стрим надо вести стрим часики там набирать а ты тот еще мой недоеденный остренький ой вкусная картошка очень вкусная магнитная вот это вкусная-вкусная правда вы знаете я прям целую сетку взяла не знаю сколько там три килограмма или два с половиной у нас облака тучки собирается якобы в четверг пятницу дождь у нас главное дело у нас дождь не стоит а может стоит просто я не внимательно посмотрела главное дело по моему дождя нету с утра смотрю проморозил такой слепой дождите там несколько секунд смотрю на асфальт их капли влажный асфальт вот так слегка думаю валион с какого берегу дождь вроде не стоит дождь а сейчас вот собираются облака но стоит 39 жара огурчики у меня нету я вчера сорвала там висят вот такие вот небольшие огурчики и помидоры три штуки висят но не бурелые еще не спелые но и как только вот напили вкусная вкусная картошечка он с чесночком ею варила добавляла чеснок полы с утра намыла вот шерсти было вымывала боже мой это вот стомаса столько шерсти небольшой котик молоденький боже мой друзья если вы узнали сколько с него шерсти вылезла это вообще можно было две пары носок связать ведь он гладко шерстный но шерсти было это что-то этого это вообще-то ужас я первый раз увижу столько шерсти с гладко шерстных кошек скоро мне придет микрофон я уже каждый раз говорю тут получше звучимость получше это я на одном канале увидела вот этот микрофон вот вы знаете вот этот кетчуп вкусный все вкусный ну вы знаете консервантом есть консервант лимонка вот эта кислота кислятина краситель вот этот вот ну вроде знаете надо же что-то сюда добавить все же добавляют пельменикин калий вот это вот вот этот уксус льют вот этот вот красный это же уксус вольный уксус ну поэтому взяла думаю надо что-то а так вот он мне нахрен не нужен этот вот кетчуп не люблю я эти кетчупы я в них ничего не понимаю кисляк натуральная кислятина натуральная кислятина идея ю я нутраты глюконаты одним словом одна химия вот вы заметили да сколько у меня было мукбанков у меня никогда не было кетчупа и майонеза редкий редкий случай как не зайдешь в мукбанки боже мой этого кетчупа везде и всюду льют ну на вкус и цвет товарища нет нравится человеку ну пол сосиски съел я довольная ну ну и Продолжение следует... Что-то я вчера к булочке... К чаю ничего не взяла. Ни пряничков, ни печенюшков. Вот что-то ничего не взяла. С чаем вот так попить. Я вчера зашла в хлебный киоск. Ну, у нас хлебный наш, Калачевский хлебзавод. Киоск, значит, от хлебзавода. И торгуют хлебом. Булочками, там пряники, булочки. Вот. Ну, хлеб, короче говоря. Булочка. 30 рублей. Я офигела. Вот это да. Подорожала, что ли. Я такая думаю, не надо мне такие булочки. Зашла в магнил. Это наша царепская мука. Карповская. 51 рубль, что ли. Очень хорошая. Мука выше 40. Вот такая. Взяла 2 килограмма муки. Думаю, думаю, дома сряженки наболтаю. Я ладушку себе напеку. Правильно же? Конечно, не хватает помидорчиков. Помидоров у меня много. Сильные на кусту. А бобкат? Это я все у корейцев беру в рассаду. Они прям крупные. Столько много помидор. Вот эти бобкаты, они урожайные. Кусты. Много помидор на них. Риогрант. Тоже хорошие. И Русланы, и Елены. Их много. Корейцы сажают вот эти сорта. Кусты огромные. Но они такие раскидистые кусты. Приземистые. Они невысокие. Приземистые кусты. Но они огромные кусты. Там надо друг от дружки сажать. Наверное. Сантиметров, наверное, 70. Помидор от помидора. И по одному кусту. И по одному этому. По одной рассаде. По две нельзя. Потому что они очень раскидистые. И сильные. Много плодов. Я их уже знаю, эти помидоры. Друзья, я обожралась в картошке. Да, сейчас бы, конечно. Рулетик, что ли, сейчас бы сюда. Дешевенький. Я что-то забыла вчера. Надо было дешевенький такие. Пару рулетиков взять. Мне они нравятся. В магните. И там 35 рублей, что ли, стоит. Или 36. Вот эти рулетики. Со сгущенкой, с кубничкой. Конечно, можно самой сделать бисквит. Обычный бисквит. В духовке испечь. Мне нравится ковришка. У меня розетка сломалась. Надо электрика вызывать. Вот моя вот эта вот электрическая, электролюксель. Духовка. Очень хорошо выпекает. У меня ролики есть. Я мафины выпекала. И пиццу там выпекала. Отлично. И хлеб выпекала. Сама вот эта вилка. Одна вот эта хрень. Сломалась. Солете? Ну, я ее на клей на момент посадила, воткнула. Намазала там клеем моментом. И прилепила. Но она не работает. Не греет. А тогда мастера вызывает. Сколько же интересных денег возьмет мастер, чтобы поменять. Вот эту вилку поставить мне. Не знаете, сколько это будет стоить? Рубля 500, наверное. Сейчас электричество дорогое. Обожралась. Это вот я за сутки первый раз вот так поела. Вчера вот куриную колбаску я купила на 94 рубля. Ну, есть рубленая куриная, а есть куриная. Но они одинаковые. Вот такие вот вот палочки эти тоненькие. Вот такие вот. Не тоненькие, но такие вот они. Длинненькие. Две штучки взяла на 94 рубля, вытянула. И вот порезала их кусочек хлебушку. Так это жара была, ничего не охота. Вот встану, чаечек вот. Заварю зеленые колбасочки. Чуть-чуть, чуть-чуть прям порежу. Я ем как бы это самое, по чуть-чуть. И, ну, в общем, вчера за целый день я ничего не ела. Ну, вот так вот чуть сяду. Жарить все страшно. А сегодня, видите, сегодня у нас тучки. И якобы хочет дождик. Сегодня у нас дышать легче. Солнца нету. Хорошо. А вот эти дни было, друзья, вы не поверите. Ужас. 39. И вот это солнце. Вот такой степени пекет. Ад, короче говоря. Натуральный ад. А сегодня солнца нету. Хорошо, отлично. Прям не пекет. Ой. Полегче как-то. Полегче переносится. Ну, вроде там стоит. Среда, четверг. Четверг в дождь будет. Три капли. А в среду вроде две. Ну, и сегодня две. Ну, вот это они утром две и прошли. Вот правда две капли. Я глянула в окно. Думаю, ой, глядут, что ли? А форточка-то открыта. А я сижу на диване. Думаю, глядь, что-то дождичком пахнет. Думаю, не пойму. Вроде это самое. А глянула, правда, влажные это самое. Асфальт. У меня вот тут дорога же. Прямо за калитки выходишь. Тротуары дорога. Автобус ходит на калач. И там по той улице ходит. Тут тоже асфальт. Ну, он по той улице идет. Там конечная разворачивается. И через нашу улицу. И пошел на калач. Автобус. А я вчера еду. А у нас в Волгограде, друзья? Ну, в общем, а то забуду. А я вчера еду. А автобусы вот эти вот желтые. Сейчас они распространенные везде. Небольшие, типа пазика. До такой степени в нем жарко. Она бедная кондукторша. Это вообще. Как они там бедные работают? Ну, дальше перейду. Рассказала. А у нас в Волгограде с Питера нагнали. Вот у нас строился комплекс огромный. Я вам, друзья, видео сниму. Видео сниму. Не видео, а картинками. Картинками я вам покажу наш Волгоград. И вот там, где вот этот вот круглый стадион. Освещается круглый, огромный такой стадион. Вот этот вот строился стадион. Там футбол у нас идет. Со всех городов едут к нам. Соревнуются. Как они называются-то? Динамо, Хренамо здесь вот все. Потом там, там. Ну, в общем, поняли, да? Сборные команды по футболу. И вот у нас огромный этот стадион сделали. Как он называется? Арена. Арена. Вот это футбольная арена. Вот. Огромная футбольная арена. Она у нас очень шикарная. Вы там увидите. Вот эта круглая. Она огромная освещает. Увидите. Вот. Она там возле Мамайо Курган. Недалеко. Вот я вам картинки вот эти вот. Типа видео сделаю у Волгограда нашего. Волгоград посмотрите. Ну и вот. Я что же говорила про автобусы. 20 минут. Все заканчиваю. И, в общем, в связи вот этой стройкой, вот этой вот арены, футбольной арены, в связи с стройкой вот этой футбольной арены к нам нагнали вот эти Волгоград автобусы. С Питера. Аэробусы. Они на электричестве. Они работают на... От аккумулятора аэробуса. Не автобуса, а аэробусы. Там кондиционеры стоят. Огромные автобусы. Длинный автобус. Ну прям суперские автобусы. Много по Волгограду этих автобусов. Что же заговорила я? Кондиционеры там. Заходишь. Такой холод в автобусе. Едешь. Аж холодно. Вот шикарные какие автобусы. Вот такие. Супер. Вот к нам в Волгоград вот таких. Их полно. Эти автобусы. Наверное, каждые 15 минут. Каждые 10 минут идут автобусы. Туда-сюда. 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 Их столько нагнали к нам. Этих автобусов. На 3 года к нам их нагнали. В связи вот с этой стройкой. А для чего? Зачем? Не знаю. Вот. Да. А заместо троллейбусов у нас теперь... Ну да. Вот эти вот аэробусы. Троллейбусы какие-то. Электробусы какие-то ходят сейчас. Электробусы. Очень нахвалилась. Волгоград очень огромный, красивый город. Я же говорил в каком-то ролике. 100 километров в длину и 45 или 40 или 50 в ширину. Это правда. Вот так. Вот такой у нас огромный город. Вдоль берега идет. Вдоль Волги. Увидите. Ну на этом все, друзья. 22 минуты. Пока. Вдоль Волги. Вдоль Волги. Вдоль Волги. Вдоль Волги.